приветствую вас на канале аукциона русского искусства артсель инфо наша рубрика художники для лиционной коллекции в которой мы рекомендуем авторов которых сейчас цельсообразно приобретать включать свою коллекцию изучать слить за ценами приобретает на аукционах в галереях во всех возможных случаях потому что цены на них должны расти потому что это художники с уже число первых имен потому что для них благоприятная сонная ситуация и потому что эти имена уже крепко вписано в историю искусства и в общем-то для инвесторов начинающих инвесторов здесь мало что угрожает потому что все уже уже все произошло дальше только дальше только вперед при развитии нормальной экономической ситуации и сегодня герой нашего рассказа наталья игоревна нестерова художница семидесятница как ее привычно называют а принято называть амазонка левого мозга левый мозг это представить левым мозгом называли молодых художников в те времена молодых в 70-е 70-е годы поколение 25-летних 30-летних которые начали выставляться на всесоюзных выставках которых уже включили в свою принять союз художников которых был такой ну как сказать не зашуренный взгляд да то есть если вокруг была такая доминирующая парадигма соцреализма рабочие колхозники хозяйства и производства и все такое да то вот эти художники писали о других вещах таки чатки более сокровенных вещах более понятных и так амазонка левого мозга наталья нестерова ксай слова мазонка на не любит я в каком-то рюте интервью читал что очень на слово с ее точки зрения агрессивная да такое 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 мужественная агрессия она немножко совершенно другого склада человек и пишет больше о вещах добрых простых вообще это как раз поколение художников который говорил на простом человеческом языке были тренг нестерова назаренко ксения нечитайло вот эти три н которые участвовали в не были общей выставки и как только вот включали в одну обойму там ученицы жилинского еще или ирина стороженецкая да то есть вот если там смотреть эту обойму себе женщин 70 из художниц 70 из этого стороженецкая нестерова назаренко нечитайло это художницы третяковской галереи которые уже экспозиции которых уже в признанные мастера направления 70-х годов вообще вспоминается такое в первое впечатление а нестеровой как я вот они не то что сказать услышал дано такое что что меня дернуло и поразило свое время это было где-то начало двухтысячных и значит мы что-то стоим обсуждаем там про рынок про то какие продажи у кого идут у кого как и такое на заднем плане такой хруст скотча такой характер такой и понесли какие-то большие картины уже упакованные в пупырку как мы называем в эту пленку вот и мы так стоим с этим дилером галеристом то я спрашиваю а что это что это происходит а это ведь нестеру нестеру понесли то есть стенд наталья нестера вот эти больших-больших картин которые привезли и тогда они были раскуплены в первый день в первые часы в первый день первые часы уже запаковывали уносили игры и что а сколько это стоит но он так там 15 тысяч долларов 20 тысяч долларов когда это были какие-то снашивательные суммы то есть закатываю закатываешь глаза как это художник который но вот твой современник да то есть он активно работает творит картин появляется достаточно в достаточном количестве да и вот такие как бы уже цена такие вот такая известность такой спрос безумный но это было конечно феноменально когда наверно ни на кого такого спроса не было как вот на работе нестеровой из-за подрыв но и при этом и очень было характерно да то есть нестерова нестерова но нами не надо понимать что вот это зал где у тебя происходит продажи а через стенку в новой третяковки то есть в третяковки на крымского лути в одном здании было она же поставят постоянной экспозиции то есть нестерова назаренко это художница который ты можешь посетить трековской лереи посетить трековский может видеть по каждый день то есть это такое же просто вот есть все вместе ручнице жилинского он их и учил и защищал игре и джилинский грецаи были преподаватели вот этого поколения в суриковском училище и даже был случай в ком-то рио написала что за какую-то работу и там создали неприятности да и чуть ли речь не шла об отчислении из института но вот грецаи защите хотя грецаи вовсе не был такой художник который поддерживал новые течением тем не менее своих своих защитили дали путь в жизнь дали возможность работать вместе работала как все молодых как многие молодые художники в те времена работа на художественном кабинете ездил по всей стране писала там знает вот от от камчатки до этом до крыма да вот все это всего во всех местах бывало расписывал здание заниматься фармическими работами какие то как вот обычная работа художника комбината но дало возможность посмотреть страну посмотреть страну получить впечатление получить получить вот эти эту как бы информацию о жизни за границу они почти не ездили в первый первый раз не сыра поехал за границу и было уже 40 лет то есть соответственно это будет 84 год то есть уже такие вот времена уже до перестройки оставалось совсем чуть-чуть ну наверное сейчас она кстати говоря живет на три страны да то есть она у нее она и работает и в россии в своей мастерской на карапоткинской и во франции и в сша когда я спрашиваю лучше она говорит что очень по большому счету все равно да главное что по комфортно это больше лучше всего сша потому что он доступ к материалам всему остальному то есть там спокойствие такое умиротворение ну а так в принципе везде везде хорошо везде есть идеи везде есть тема для творчества еще раз не стерва чек которого ты редко такая нередкая да но ты из художников в чем чем она подкупает то что она говорит с людьми на человеческом языке то есть нет такого кого-то пафоса какого-то зовущего нету каких-то из избыточной драматургии избыточной трагедийности в творчестве хотя есть и все бывает и все она говорит о простых вещах о том что надо ценить жизнь как она есть на ценить добрые приятные моменты надо смотреть ценить хорошую еду на ценить хорошую погоду надо ценить роскошь человеческого общения общаться с приятными людьми вот она все остальное уж в жизни все бывает да все остальное потому что накопится даст себе знать саму и вот это творчество особенно последнего года последние три работы которые мы видим последние 10 лет и такие работы сиборитские да ты смотришь на них но это просто удовольствие это каким там виды моря бокал вина в руке с балкона кто-то смотрит на красивый пейзаж на горы на какую-то вода какие-то озера 5 устрицы какие-то на блюде вот или тот зелье вот на блюде как вот в данном случае ну смотришь какие-то работы картины вкусный хотя слова не люблю но такие вот приятные с приятными эмоциями без особой такой трагедийности она целью любит расшифровывать свои работы у нее есть целый цикл и посвященный там людях у люди в масках почему-то когда вот люди повернуты лицом они очень часто у него надеты маски какие-то мы люди в картах то есть сотканные из карты то есть что это символизм она не объясняет в принципе предпочитаю что вы сами догадались то принципе символизм карта он достаточно понятен да то что все что много в жизни это дело случая многое зависит от каких-то случайных факторов судьба из которых соткана судьба и вот эти вот идеи в ее творчестве тоже присутствует безумный тест тоже шифровывать смотреть но вот стараться найти там в интернете и публикациях что она просто разжевала почему вот у вас люди там из карты там или почему-то вас на людях глаза ну вот это будет сложно она не объяснить не расскажет сами разбирается в это в этом и интерес в этом воды и главное удовольствие от общения с искусством так теперь по ценам работ нестерова художник плодовитый много работающий трудится поэтому работ на рынке много достаточно существует в природе на аукционах они появляются регулярно несколько что много там судно вдруг стал много нестерова да ну на аукционах они появляются точно достаточно регулярно по ценам примерно так то есть картины примерно размера вот такого класса это размер 50 сантиметров порядка 500 тысяч рублей такого диапазона плюс-минус да то есть то есть 500 тысяч рублей означает что 400-600 мы так более широко берем картины небольшого формата вот такие-то малипуски начаровать не кстати говоря очаровательный который поместится в любом собрании найдут себе место на стенке даже когда у вас стены все завешены для такой красоту ли место найдется это самого диапазон порядка 300 тысяч рублей плюс-минус а вот ее крупная живопись которая больше метра которая на заднем плане вот за мной стоит на этом взглядеть разглядеть сможете если я так уберу то разглядите это уже ценовой диапазон порядка 15 20 тысяч долларов и вот это одно из самых таких ценных востребованных форматов которые коллекционеры приобретают которые это общее правило до что картины самые дорогие картины они быстрее всего растут цене сам высокого качества высокого художественного уровня наиболее такие яркие то что я поставил лицом к стене это тоже такой фирменный прием такая фишка нестеровой она свои картины которые уже готовы она ставит обзор лицом к стене что потом не подглядывали чтобы картины не не зрители подглядели картин друг за другом не подглядывали чтобы уже не отвлекала прежний картин не отвлекали от новых мыслей то есть вот она вот сделано повернулась лицом к стене и там живет и там ждет своей дальнейшей судьбы очень так интересный прием даже вот когда она участвовала в садбисе это первый диск на аукцион садбис который проходил в россии в москве восемь году и вот работа нести в этом тоже участвовали как она как и работа за рынка они подряд прямо если вы назаренко удивительно и вот если посмотреть на то есть на фотографию тоже сидит нестерова и и картины повернуты лицом лицом к стене за ней по поводу подделок по поводу подделок художник ныне живущий работы проверяются собственно подтверждает сама нестерова то есть тут мыши просто проскочить сложно своей жизни мы подделок руках не держали вот если они существуют то по крайней мере это не какое-то массовое явление вот обычный источник картин понятия на то есть те работы поставлены на рынке на и на аукционах открытых на открытых продажах там все хорошо сама художество картин тоже подтверждает ну вот пожалуй все то есть момент для приобретения карте нестеровой сейчас очень хороший есть ассортимент есть работа на рынке есть возможность выбирать цены приемлемые какие-то заоблачные да то есть это это цены которые вполне адекватно соответствуют уровню художника и возможно и покупательской способности коллекционеров все хорошо приобретайте ловить момент изучайте творчество читайте интервью смотрите фильмы они стеровой читайте книги каталоги она кстати говоря включена уже во всех каталог третий скалереи там всегда три имени то есть присутствие то есть нестерова назаренко старженецкая это вот такой вот пул который в каталогах третий скале опубликован ну и вообще литературы много книг много идеальный момент приобретаете смотрите покупайте